Рак и остеопороз. Взгляд на проблему остеопоролога. Есть такая специальность остеопоролога? Я как раз хотела прокомментировать, что нет такой специальности, и поэтому я даже убрала это из названия доклада. Это от слова порка, порка. Да. Я бы хотела поблагодарить организаторов за приглашение на этот конгресс акушера-гинеколога. Я представляю Национальный центр акушерства и гинекологии имени Кулакова, Москва, отделение гинекологической эндокринологии. Почему? Потому что наше отделение исторически занимается коррекцией гормонодефицитных состояний в различном возрасте, у женщин различного возраста. И сегодня, почему я здесь? Именно потому, что онкологи столкнулись с такой проблемой, научившись лечить заболевания онкологические. На второй план выходит заболевание, связанное с фертильностью и сохранением здоровья в целом. Потому что мы понимаем, что любая гормонодепривационная терапия ассоциирована с выключением синтеза эстрогенов. А для женщин это ключевой момент, это сохранение ее и молодости, и красоты, и здоровья. И поэтому все последствия гормонодепривационной терапии для женщин, они прежде всего ассоциированы с заболеваниями, с ускоренным развитием заболеваний, связанных с естественным старением. И как корректировать эти последствия, можно ли профилактировать, это, собственно говоря, наша сегодня с вами задача. Мне поставили вот эту задачу клинический случай, и я попыталась ее осуществить. Но прежде всего, почему мы сегодня будем говорить об остеопорозе? Это очень важная проблема, потому что есть данные сегодня доказательные, которые говорят о том, что если мы используем ингибиторы ароматазы в лечении рака молочной железы, в течение пяти лет риск переломов повышается на 10%. Это данные рандомизированных контролированных исследований. Но что происходит в реальной клинической практике? Реально, через пять лет лечения каждая пятая женщина будет иметь перелом. И именно в связи с такой высочайшей частотой переломов на фоне терапии ингибиторами ароматазы, когда в два в четыре раза риск переломов повышается, в сравнении с естественным течением процесса, с естественной менопаузой, мы будем ставить этот вопрос и пытаться его решить, что можно сделать, чтобы профилактировать эти переломы. Итак, клинические случаи. Пациентка 56 лет, рак молочной железы, гормон зависимый, после оперативного этапа лечения получает терапию литрозолом в течение четырех лет. И последняя менструация у нее в 47 лет. Коллеги, нормальный возраст наступления менопаузы – это 45-55 лет. То есть у нее менопауза наступила вовремя, курит в течение 35 лет. И для рака молочной железы это плохо, и для остеопороза это плохо, это фактор риска. И у нее есть семейный анамнез у матери, перелом шейки бедра, 84 года. И эта пациентка в 55 лет имеет перелом луча справа в типичном месте, после чего травматологи рекомендуют ей прием препаратов стандартно, препаратов кальция и витамина D в фиксированной дозировке. Это вот 1000 мг кальция и 800 международных единиц витамина D. Ровно через год при обследовании по поводу жалоб на боли в задней поверхности правой ноги на рентгенограмме компрессионный перелом Т12 или 1. В общем-то стандартная ситуация, потому что каждый случившийся перелом после остеопороза в разы повышает риск последующих. Поэтому не обращать на ситуацию. Вот перелом луча в типичном месте – это очень мощный знак тому, что эту женщину нужно обследовать и лечить, потому что луч – это типичный остеопортический перелом. И такой перелом всегда происходит после падения с высоты собственного роста, то есть без особой травмы. Итак, какое обследование следовало бы назначить этой пациентке перед тем, как назначить ей терапию ингибиторами ароматазы? Оценить риск переломов по ФРАКС. Есть такой опросник, который включает факторы риска остеопороза и показатель денситометрии в шейке бедра или даже без этого показателя. Остеоденситометрия позвоночника и шейки бедра. Оценка клинических факторов риска остеопороза и переломов или проведение денситометрии в сочетании с оценкой клинических факторов или все вышеперечисленное. Я не знаю, получится у нас проголосовать. Нет, лучше двигаться вперед. Давайте двигаться вперед. А, ну вот пошло. Голосовало 4 человека. Тогда мы идем дальше. Хорошо. Все равно тут получается. Так. Итак, что такое остеопороз? Это метаболическое заболевание скелета, которое характеризуется снижением костной массы. В результате нарушается микроархитектоника и при незначительной травме случается перелом. И особенно рано случаются переломы в поясничном отделе позвоночника, потому что там кость представляет собой вид сот. И вот полное исчезновение поперечных этих тробекул ведет к тому, что переломы случаются иногда даже без всякой травмы. То есть просто, например, внук обнял бабушку, случился перелом ребра. Или поднятие тяжести, компрессионный перелом позвонка. Но что важно? Важно помнить о факторах риска. Они достаточно стандартные. И учет этих факторов риска позволяет вам выявить тех пациенток, которые заведомо в риске остеопороза и переломов. Естественно, это женщины всегда. Это гипогонодизм. То есть ситуация гипогонодизма, будь то на фоне препаратов или естественной аминопаузы, или хирургической, это то, что повышает риск развития остеопороза и переломов. Кости ухудшаются с возрастом. Поэтому возраст 65 лет – это такая пороговая точка. Если женщины 65, ей обязательно нужно проводить денситометрию, потому что риск остеопороза очень высокий. Хирургическая аминопауза. Остеопороз на 80% – генетически детерминированное заболевание. Поэтому если у ближайших родственников, как по мужской, так и по женской линии, были переломы шейки и бедра, значит, ваша пациентка априори в группе высокого риска. То есть это мощнейший фактор риска перелома в будущем. Гормон-депривационная терапия. И вот здесь хочу ответить на тот вопрос, который задавался по ФРАКСу. ФРАКС включает основные факторы риска остеопороза, которые здесь представлены. Но он абсолютно недооценивает вклад ингибиторов ароматазы. И сегодня все общества, которые занимаются этим вопросом, говорят о том, что вклад ингибиторов ароматазы можно приравнять к высоким дозам глюкокортикоидов на костную ткань. Поэтому это мощнейший фактор, который ухудшает качество кости и повышает риск переломов. Ну и дальше факторы, на которые мы можем влиять. Мы можем посоветовать пациенткам употреблять достаточное количество кальция, определять витамин D, его корректировать. Индекс массы тела низкий, тоже фактор риска остеопороза и переломов. Курение мощнейший фактор. Ну и понятно, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность. Итак, денситометрия помогает нам с высокой степенью точностью оценить минеральную плотность костной ткани. Если женщина находится в постменопаузе, мы оцениваем показатели по так называемому Т-критерию. Поэтому вот когда пациентка вам приносит, вот колонку Т-критерия – это то, что вы смотрите. Она может находиться в зеленой зоне, значит, у нее все хорошо, и Т-критерий у нее меньше, чем минус единица, вот как здесь показано. Пациентка может находиться в желтой зоне, когда риск еще невысокий, но уже требуется профилактика. Это вот эти показатели Т-критерия – от минус единицы до минус двух с половиной. И она может находиться в красной зоне, где нужно назначать лечение. Это показатели ниже, чем минус два с половиной стандартных отклонения. Изучает наиболее важные отделы – поясничный отдел позвоночника, где чаще всего происходят переломы, и шейка бедра. Опросник ФРАКС, как я уже сказала, все хорошо, только нет важного для нас с вами фактора – ингибитора ароматаза, потому что, извините, в базе данных, которые здесь заложены, этот фактор не учитывался. Поэтому если вы оцените по ФРАКСу риск вашей пациентки, вы недооцените его на самом деле, потому что он просто не был заложен, извините, в опроснике ФРАКС. Итак, в течение последних лет выходили рекомендации Общества по остеопорозу, ЭСМА, Европейского общества по Минопаузе. Что такое? И, наконец, в 2017 году, мы можем включить презентацию, вышли объединенные, вот в конце апреля 2017 года объединились Общества, которые занимаются онкологией, онкологией, можно включить презентацию, остеопорозом и акушерогинекологи. И вышли рекомендации и позиции этих семи обществ 2017 года. Я очень жду презентацию. Поэтому я на них хотела бы особенно остановиться. Вот, наверное, это самое главное руководство в действии, поэтому в те рекомендации, которые сегодня есть российские, онкологов, наверное, нам тоже нужно объединиться с учетом того, что вот появился новый такой опыт. Значит, для пациентов, получающих гормонодопривационную терапию, которая ускоряет потерю костной массы, мы должны оценить вот этот риск остеопороза и переломов. Прежде всего, все пациентки, которым вы планируете назначение ингибиторов ароматазы, им необходимо назначить остеоденцитометрию. Вот в этих рекомендациях это абсолютно прописано. Далее, если Т-критерий у этой пациентки больше, чем минус 2,5, и у нее нет никаких факторов риска, о которых мы сегодня говорили, то тогда профилактикой рекомендуется физические упражнения, препараты кальция, витамин D. Но вы обязаны мониторинг проводить раз в год, потерь костной массы. И если за год женщины теряют более 5% от исходного, значит, нужно назначать ей терапию, значит, она относится к группе быстротеряющих. Дальше. Если у вашей пациентки есть любые два фактора риска остеопороза и переломов, и Т-критерий меньше, чем 1,5, то есть соответствует остеопении, вы должны назначить ей антирезорктивную терапию в сочетании с препаратами кальция и витамина D. И опять же, если Т-критерий меньше, чем минус 2, вы видите, это еще не остеопороз, это остеопения. Пациентка в группе риска даже при отсутствии каких-либо других факторов риска. И обязательно нужно назначить антирезорктивную терапию. И здесь либо Деносумаб, либо бисфосфонаты в сочетании с кальцием и витамина D. Но обратите внимание, значит, кальция не менее 1000 единиц элементарного, и витамина D от 1000 до 2000, то есть совсем не те дозы, которые раньше мы рекомендовали, потому что их недостаточно. Значит, почему красным Деносумаб? Вот я разовью эту мысль, потому что это на сегодня единственный препарат антирезорктивный, который доказал свой антипереломный эффект именно в этой группе пациенток, пациенток в постменопаузе, получающих терапию ингибиторами ароматазы. Но есть выбор, можно также назначить бисфосфонаты или внутривенно, или перорально, и также эта терапия будет работать. И здесь Денстомин-3 раз в 2 года вы должны назначать для контроля терапии. И вот, как я уже сказала, единственное исследование, которое было сегодня доказательно проведено в этой группе пациенток с остеопорозом и в постменопаузе, это исследование плацебо-контролируемое Деносумаб подкожно, не как принято в онкологии, да, вот обратите внимание, это 60 мг подкожно 2 раза в год в сочетании с плацебо. И что увидели, какие основные результаты? Увеличение времени до первого клинического перелома и уменьшение число случаев новых морфометрических и утяжеления предшествующих вертебральных переломов. И мы видим вот это исследование, плацебо-контролируемое, но вы видите, витамина Д здесь было немного, 500 мг кальция, витамина Д не менее 400 мг в сутки, больше можно. И вот мы видим, почему так слайды, что Деносумаб удлинял время до развития первого клинически значимого перелома в сочетании, по сравнению с плацебо, снижал частоту клинически значимых переломов костей по сравнению с плацебо, причем, обратите внимание, независимо от исходной минеральности плотности кости. И вот этот слайд, он плохо виден, но я его прокомментирую, он самый важный. Деносумаб работал независимо от возраста пациента, независимо от состояния минеральной плотности кости, даже у пациенток с исходно нормальной плотностью костной массы, то есть при Т-критерии нормальном, независимо от степени дифференцировки опухоли, независимо от гистологического варианта, независимо от рецепторного статуса. То есть пациент Деносумаб оказывал свой эффект, независимо от каких-либо факторов вмешивающихся. После этого самого важного слайда у вас 3-4 минуты. Да, я заканчиваю. И что опять же хотелось бы подчеркнуть высокую безопасность, то число нежелательных явлений было абсолютно сопоставимо с группой плацебо. В обновленных рекомендациях Российского общества мамологов тоже прописано использование остеомодифицирующих агентов у тех пациентов, которые получают ингибиторы ароматазы. И также это прописано и в Русско. Но в заключении я еще раз хочу подчеркнуть, что пациентки, которые получают терапию ингибиторами ароматазы, имеют крайне высокий риск развития переломов и остеопороза. Поэтому мы должны сделать две вещи. Оценить клинические факторы риска и обязательно назначить денситометрию всем пациентам до начала терапии ингибиторами ароматазы. Обязательно препараты кальция, витамина D, физические упражнения. Аденосумаб и бисфосфонаты назначаются в зависимости от показателей денситометрии, наличия факторов риска. И обязательно динамический контроль с использованием остеоденситометрии по оценке динамики минеральной плотности кости. И таким образом у нас не остается времени на клинический случай. Но еще раз хочу закончить свое сообщение тремя самыми важными моментами. Что ингибиторы ароматазы снижают плотность костной массы. И что пациентки, имеющие рак молочной железы и факторы риска остеопороза, должны получать антирезерптивную терапию Деносумабом или бисфосфонатами. Спасибо за внимание.